Привет, дорогая! Меня зовут Даша, и сегодня моё видео посвящено Марии Семёновой и её бессиллеру «Волкодав». Часы пяти книжек — это «Волкодав. Истовик. Камень», «Снамение пути», «Просто волкодав», «Право на поединок» и «Самоцветные горы». Мне захотелось защитить эту книгу от пяти книжек, потому что... Ну как защитить? Немножечко скорректировать образовавшиеся у большинства людей мнение о том, что эта книга является фэнтезием. На самом деле, я, конечно, отражаю сейчас свою точку зрения, кто-то может со мной не согласиться, я считаю, это не фэнтези категорически, никак нет. Как бы мне так сесть, чтобы солнце меня не убиливало? Никак нет, потому что, да, согласно, здесь есть какие-то такие мистические вещи, но они до такой степени естественными кажутся и до такой степени органично вписываются в сюжет, что даже не замечаешь их мистичности. Какова сюжетная линия? На самом деле, когда я в первый раз читала, я даже не поняла, что это мистика. Это уже потом, когда уже много раз я перечитала, именно до меня как-то, когда жираф заходит, я поняла, что действия происходят не в нашем мире, а в параллельном. Однако в Алкодавии мы видим множество героев, которые встречаются друг с другом на протяжении сюжета. И на основе этих встреч какая-то строится сюжетная линия. Каждый этот герой, они все не земляки, они все, по большей части, из разных совершенно стран, разных уголков планеты. И, однако, до какой степени, интересно, читая вот это вот пятикнижие, угадывать, из какой страны тот или иной персонаж, потому что очень явные признаки, особенно мне нравится у главного героя, у Алкодава, у славянина, угадывать признаки того, что он наш свой, как бы, то, что он борщ ест, очень любит. То, что вот косы плести, это же наша русская. Ну, хотя не только это наша русская, это еще и скандинавская, и еще можно назвать страны, где плетут именно трехпрядные косы. Вот, но они же всякие бывают. Много, очень много вещей, которые говорят о том, что он именно славянин. Однако, как я уже сказала, до такой степени органично построен сюжет, что даже не сразу понимаешь, что действие происходит не в нашей вселенной, скажем так, да, а немножечко в другой, потому что все это, вот с моей точки зрения, это исторический приключенческий роман. Мне бы в голову не могло бы прийти назвать эту книгу фэнтези, если бы не люди, которым я ее рекомендовала, которые, как только слышат Семенова, Волкодав, нет, фэнтези не люблю. Я очень многим людям советую читать Волкодава, но все реагируют совершенно одинаково, так как я сейчас показала, и на днях я в очередной раз столкнулась с такой реакцией и решила все-таки высказать свое резкое фе. Мне очень нравится, что в начале каждой главы идут стихи, почему стихи, они не всегда, у них совершенная рифма, Семенова не Пушкин, чтобы отверлить совершенные рифмы, но они, это все равно стихи, и они прекрасны, чудесны, волшебны, неподражаемы и не очень хорошим, что самое главное, это не просто любовь-морковь, траля-ля, или «Я вас люблю чего же больше, терпеть могу стихи о любви», если честно, мне кажется, это такая заезженная вещь, а вот именно стихи о чем-то еще, помимо любви, потому что до такой степени любовь меня это достало, она везде, она в социальных сетях, она в песнях современной эстрады, она везде. И она меня, правда, достала. И здесь я вижу, наконец-то, я встречаю какой-то свежий воздух, которым я наслаждалась душу, я не перестаю перечитывать «Волкодау», потому что это книга из того разряда, когда читаешь, каждый раз узнаешь что-то новое для себя, что-то новое в себе открываешь, что-то новое для себя узнаешь, что-то начинаешь понимать, чего ты не понимала до прочтения этой книги. Это книга нашептана, как правильно. Самим ангелом Семенова ее уверена, потому что человек не может написать такое сам. Конечно, на вкус и цветоваря еще нет, кому-то книга эта может и не понравиться, хотя я с видом представляю человека, которому может не понравиться «Волкода». Ладно, я много встречала людей, которые знакомы с творчеством Семенова, они читали первую книгу «Иставик камень» и говорят, что это единственная стоящая книга из пяти книжек, из серии «Волкодав», и все остальное, каждая часть, все хуже, хуже, хуже. Признаться, по-первых, я сама так думала, но это только по первой части. Взрослею, умнее, мудрее. Понимаешь, что со временем начинаешь понимать, это не сразу приходит, что каждая часть, она великолепна. Меня немножко чуточку не устраивает самая последняя часть, по-моему, «Самоцветный город» она называется, но я не уверена, что это «Антернат» последняя. Она не отвечает на очень многие вопросы, которые хочется задать писателю, и как, то есть концовка слишком неоднозначна. Это единственный недостаток этой серии, я считаю, и я просто рекомендую всем и каждому непременно обязательно прочесть это гениальнейшее произведение. Это самое лучшее, что я у кого-либо, когда-либо читала. А читала я, ой, немало, поверь мне. И правда, это лучшее, что я с чем познакомился, мой мозг, скажем так. Очень, я считаю, своеобразной фишкой, изюминкой Марии Семеновой начинать все книги с совершенно одной и той же фразы. Сейчас я тебе ее процитирую. «Облил закат, и полная луна облила лес зеленоватым, мертвым серебром». То есть, ставик камень. «Самоцветные горы». «Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым, мертвым серебром». Право на поединок. «Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым, мертвым серебром». «Облил закат, и полная луна облила лес зеленоватым, мертвым серебром». «Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым, мертвым серебром». На всех людей, которые читали «Волокандава», я ещё не встречала человека, которому книга не понравилась. И если такие люди вообще существуют, хотели бы хотя бы знать о них. В общем, почитай эту книгу. Не знаю, никаких не люблю фэнтези, не люблю историю, не люблю... Конечно, у каждого свой взгляд на то, что читать, но я считаю, что «Волокандава» должен быть в каждой библиотеке. Потому что на самом деле этого не объяснить словами, это можно понять только, прочтя его, причём несколько раз. Эту серию «Волокандава» можно читать просто всю свою жизнь и так до конца её не понять. И каждый раз открывать для себя что-то новое, и всё счастливо. Я тебе желаю понять и оценить эту книгу, потому что, если ты её поймёшь, это будет просто отлично для тебя, в первую очередь. Вот, так что я вместе с тобой прощаюсь. С тобой была Наташа. Пока!